Какой станет Самара в будущем и удастся ли ускорить темпы развития города? Сегодня это в руках самих самарцев. Реформа местного самоуправления дала возможность людям решать, какой будет власть. И в перспективе именно Самара может стать образцом для других городов. Мы это делаем первыми в Российской Федерации. Первыми. Ни в одном городе такого устройства нет. Когда, как Владимир Владимирович Путин говорил, что надо власть сделать ближе к народу, чтобы она работала во благо человека и для человека, тогда можно будет дойти и решить другую проблему. Учителя, врачи, общественники, люди небезразличные к родному городу. Более двух тысяч активистов на встрече с главой региона Николаем Ивановичем Меркушкиным обсудили, как реализовать начинание, ведущее к успеху. Районные советы депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября, и должны стать той, близкой к народу властью, которая будет работать на благополучие жителей. Есть такое понятие, с которым знакомы мои коллеги в образовании, наверное, прежде всего и раньше всех. Шаговая доступность. Думаю, что реформы местного самоуправления очень соотносятся с этими понятиями. А районная администрация, депутаты районного уровня и депутаты, делегированные для работы в городскую думу, обязаны быть в шаговой доступности. Количество депутатов в городе увеличится в разы – до 284 человек. А это значит, представители власти будут реально знать жителей своего района и задачи, поставленные самарцами. Сейчас необходимо принять меры, чтобы к власти пришли действительно неравнодушные, активные люди, которые на деле будут представлять интересы избирателей. Благоустроить двор, помочь с капремонтом, сделать дорогу во дворе – то, что раньше приходилось ждать годами, можно будет решить в короткие сроки. В районах будет свой бюджет. К тому же жители станут активными участниками управления своим районом. Будут подсказывать депутатам, на что обратить внимание в первую очередь. Насколько внимательны к таким обращениям будут сами депутаты, зависит от активности горожан и выбора, сделанного с умом. Это не просто местные выборы, ничего не значащие. Это самое близкое и может в итоге оказаться самой родной властью для людей, которая будет решать для человека 75-80% проблем. И надо, чтобы люди потом активно в этом участвовали. По данным опросов, около 80% жителей Самары поддерживают команду губернатора. Люди увидели реальные дела, положительные перемены, которые происходят в регионе. К примеру, право на проведение игр Чемпионата мира по футболу 2018. Еще три года назад для Самары это было весьма призрачной надеждой. Сегодня это и высокое доверие федерального центра и огромные перспективы для города и жителей. Активность и сплоченность горожан, которая с каждым годом растет, поможет Самаре стать одним из лучших городов в стране. Марина Кравцова, Павел Просняков. События.